Продолжение следует... Конечно же, говорить и о других рентгенологических, томографических признаках лёгочного фиброза. И учитывая, что здесь присутствуют и рентгенологи в том числе, конечно, поговорить о том, какой смысл, какое значение имеют современные методы визуализации в диагностике этого сложного патологического процесса, который мы здесь сейчас называем идиопатическим лёгочным фиброзом, или то, что мы с вами видим, это обычная интрасциальная пневмония. И поэтому мы говорим, собственно, об отражении морфологического субстрата этой болезни при рентгенологическом исследовании, будь то рентгенограмма или компьютерная томограмма, или может быть потенциальная магнитно-резонансная томография. Но, тем не менее, это визуализация обычной интрасциальной пневмонии, которая лежит в основе этого патологического процесса. Естественно, мы должны понять клиническое значение, трудности и ошибки, наши рентгенологические, естественно, которые мы совершаем в этом случае в интерпретации рентгенологической картине. И немножко в заключении о дифференциальной диагностике. Я, конечно, не буду говорить о всех кистозных изменениях в лёгких, с которыми нужно дифференцировать вот этот синдром или симптом компьютерно-томографический сотового лёгкого, потому что здесь будет специальное выступление, касающееся гиститотоза, лимфангии, лимматоза и других кистозных проявлений интерсциальных заболеваний лёгких. Я начну два слова буквально с истории. Сотовая лёгкая или хоникомбинь в английском языке это называется. На самом деле не такой старый термин, потому что раньше этот термин практически не использовался. Это, конечно, патоморфологический термин. Если посмотреть на то, что здесь написано, где-то с середины XIX века патоморфологи при макроскопическом исследовании лёгких начали выявлять и оценивать вот эти кистозные патологические скопления воздуха в лёгочной ткани. И самые разные, как вы видите, немецкоязычные термины для этого использовались. В англоязычной литературе практически не существовало какого-то отображения этих терминов. Интересно, что у Хаммана и Рича, которые в 30-х годах описали, собственно говоря, группу интерсциальных пневмоний, или, как тогда это называли, сфеврозирующие альвеолиты, этот термин тоже отсутствовал по понятным причинам, потому что они писали в современных понятиях об острой интерсциальной пневмонии. А в англоязычной литературе то, чем мы сейчас, собственно говоря, пользуемся, это появилось в конце 40-х годов сначала применительно к таким относительно редким заболеваниям с кистозной перестройкой лёгочной ткани, как описание макроскопической их картины. Потом были множество исследований, в том числе и профессиональных заболеваний у английских шахтёров, которые тоже были связаны с модификацией этого понятия. Ну и, собственно говоря, морфологическая история вот этого термина начинается с 1965 года с всем известных персоналей, которые заложили основу, собственно, патоморфологической диагностики, а в последующем и клинической диагностики, конечно же, интерсциальных пневмоний. В рентгенологической терминологии термин сотовое лёгкое появился с приходом высокоразрешающей компьютерной томографии, это вторая половина 90-х годов, с 1985 по 1990 год, когда сформировалась общая терминология того, что мы сегодня называем высокоразрешающей КТ, и там этот термин стал полноправным участником описания компьютерно-томографических изображений, и мы впервые, собственно, получили возможность сравнить прижизненное изображение лёгочной ткани с тем, что видели наши коллеги и видят до сих пор наши коллеги-патоморфологи при изучении макро- и микроскопической картины лёгких. Итак, что мы видим, помимо сотового лёгкого, включая сотового лёгкого, у пациентов с идиопатическим лёгочным фиброзом, у которых в основе этой клинической нозологии лежит картина обычной интерстеральной пневмонии. В соответствии с существующими сегодня консенсусами, вы видите, наиболее важное из них, которое касается 2011 года, это два основных типа изменений, которые врач-ингенолог, соответственно, врач-пульмонолог, патоморфолог может увидеть при компьютерно-томографическом исследовании, и они включают в себя группу так называемых типичных классических признаков этого патологического состояния, их четыре, группу возможных признаков, их три, и группу, то, что находится вот здесь, в этой части, признаков, которые противоречат или позволяют исключить наличие обычной интерстеральной пневмонии, и на этом основании отнестись с сомнением к возможности наличия у этого пациента идиопатического лёгочного фиброза. Если транслировать это всё на русский язык, то мы получим три вот этих группы – типичная, возможная и группы признаков, которые исключают или заставляют сомневаться возможности обычной интерстеральной пневмонии. Я начну с самых общих вещей, конечно же, не с того, что является самым типичным, очевидным и понятным, а с того, что, возможно, является лёгочным фиброзом, и то, что является отображением обычной интерстеральной пневмонии. Если посмотреть на эту группу, исходя из такого вот консенсуса, то, по сути дела, ура-ура рентгенологам всего лишь два признака. Ну, казалось бы, какие проблемы вообще? Два рентгенологических признака, которые позволяют реально заподозрить наличие этого патологического состояния. Но это даже не студенческая задача, согласитесь, это даже ещё можно при подготовке к медицинскому институту обсуждать. Итак, первый признак – это, естественно, распределение изменений любых вообще изменений в лёгких. И они распределяются при этой патологии в классическом, типичном варианте, в картикальных отделах лёгких. Это всегда очень хорошо видно на аксиальных срезах, если мы посмотрим на эту картину. Всё это лишено какой-то анатомической привязки к долям, сегментам, субсегментам. Это всё располагается диффузно, первое условие. И, конечно, вдоль рёберной медицинальной диафрагмальной плевры – это первое и главное условие. Второе – это базальное распределение. Это распределение преимущественно в базальных отделах лёгких. Это особая тема для обсуждения. Это, конечно, вопрос физиологии органов дыхания и самого процесса дыхания, физиологии устройства лёгочной ткани. Мы сегодня это не обсуждаем никаким образом. Но, тем не менее, это совершенно очевидное нарастание этих изменений в направлении сверху вниз. Если мы смотрим сегодня, это позволяет техника компьютерно-томографическая, на фронтальной реформации или на реформации в сагитальной плоскости, мы видим то же самое – нарастание этих изменений сверху вниз и максимальная их локализация в базальных отделах лёгких, преимущественно в наддиафрагмальных отделах. В последние годы в англоязычной же литературе появился такой любопытный термин, который в русскоязычном переводе означает как «симптом пропеллера», который говорит о том, что не просто в кортикальных, базальных, а что эти изменения имеют очень любопытную типичную закономерность. Они внизу располагаются преимущественно сзади и снаружи, а вверху они располагаются преимущественно в менее выраженной степени. Конечно же, в передней части лёгких выглядит это обычно вот таким образом. Если это передняя часть, то это верхняя доля, если это задняя часть, то это нижняя доля лёгких. И вот этот симптом пропеллера, который вы здесь видите, он очень типичен. Это означает, что если мы посмотрим на междолевую щель, на сагитальных реформациях или на снимке в боковой проекции рентгеновским обычным, то мы не увидим никакой патологии или минимальную выраженность этой патологии, а вся патология в основном располагается в этой плоскости. Эта ситуация диаметрально на 90 градусов противоположна расположению саркоидозы, где всё ровно наоборот, о чём будет Александр Андреевич говорить буквально через несколько минут. При этом мы должны понимать, что это, конечно, не абсолютные признаки. У нас нет абсолютных признаков. Мы знаем, что примерно у третьей больных с обычной интерсоциальной пневмонией изменения преобладают в верхних долях. Мы с этим ничего не можем сделать и в этом случае. У нас возникает абсолютно непреодолимая сложность дифференциальной диагностики этого состояния с хроническими формами экзогенного аллергического альвеолита. Они могут быть преодолимы при клиническом обследовании, они могут быть, конечно, преодолимы при патоморофологическом исследовании, но с точки зрения компьютерной томографии это чрезвычайно сложно. Но мы точно знаем, что если эти изменения локализуются в прикорневых отделах, то это почти наверняка не является отображением обычной интерсоциальной пневмонии как следствие, естественно, идиопатического легочного фиброза. Второй признак – это синдром компьютерно-томографический, рентгенологический, который обозначается как критикулярное изменение, и которое представляет из себя изменения минимально видимых, чаще всего на компьютерных томограммах различимых интерсоциальных структур, чаще всего это внутридольковые перегородки внутридольковой интерстиции, и поэтому размеры вот этих ячеек, этих ретикулярных структур, сетчатых, ячейстых, они определяются как сеть на компьютерных томограммах, она, как правило, не превышает один сантиметр. Если бы мы интерпретировали это с точки зрения обычной обзорной рентгенографии, мы бы сказали, сетчатая или ячейстая деформация легочного рисунка за счет интерсоциального компонента. Могут ли быть септальные линии между дольковой перегородки? Конечно, могут быть, но они не так выражены, они не являются доминирующим признаком. Ну и, наконец, последнее, на фоне нормальной легочной ткани, что бывает не так часто, а чаще всего мы это видим на фоне несколько уплотненной легочной ткани, это несколько уплотненная легочная ткань в компьютерной томографии называется или обозначается как симптом матового стекла. Ретикулярные изменения на фоне матового стекла. Нет ретикулярных изменений, нет матового стекла. В этом смысл клинических рекомендаций. Матовое стекло может быть, но оно никогда не выходит за пределы ретикулярных изменений. Никогда плохое слово, но чаще всего не выходит за пределы ретикулярных изменений. И поэтому, когда мы видим подобную компьютерно-томографическую картину без всякого сотового легкого, без всяких очевидных признаков фиброза, Мы говорим, что это возможная обычная интерсоциальная пневмония, и понятие возможности здесь в локализации этих изменений, в наличии ретикулярных изменений и в наличии матового стекла на фоне этих ретикулярных изменений, или если хотите, наоборот, это можно трансформировать. Когда мы можем утверждать, что это точно обычная интерсоциальная пневмония, и как ни парадоксально в некоторых случаях это действительно случается, у рентгенологов редко, но иногда мы можем это сделать, когда мы видим компьютерно-томографические признаки фиброза. Мне всегда несколько неудобно говорить об этом в присутствии морфологов, потому что мы не видим реально никаких признаков фиброза, в отличие от морфологов, которые изучают на совсем другом уровне. Мы всё равно берем косвенные признаки этого процесса, но мы тешим себя иллюзией, что мы действительно заменяем в этом случае морфолога и действительно нашли какой-то фиброз на компьютерных томограммах. И если мы возвращаемся к клиническим рекомендациям, то, конечно же, это вот эта часть, где добавляется ещё один компьютерно-томографический признак, а точнее два компьютерно-томографических признака, которые, если сравнить возможные и типичные изображения обычной интерсоциальной пневмонии, сходятся вот к этому пункту. И он как раз таки и называется сотовое лёгкое, из чего произошло название моего сегодняшнего выступления. И к этому не совсем уверенно добавляются тракционные бронхоэктазы, расширенные бронхи. С или без означает, что эксперты не совсем уверены, зачем это здесь нужно и какое это имеет реальное клиническое значение. Действительно, мы на сегодняшний день не очень хорошо понимаем это. Но тем не менее, если мы вернёмся к сотовому лёгкому и к пониманию того, что такое фиброз на компьютерных томограммах, то мы должны сказать, что на сегодняшний день самый понятный, самый очевидный, самый достоверный с точки зрения рентгеноморфологических сопоставлений признак – это, конечно, сотовое лёгкое. И мало у кого возникнет иллюзий или желание сомневаться в этом, анализируя компьютерные томограммы и тем более предлагая в этой ситуации какие-то морфологические исследования. В отношении тракционных бронхи, особенно в сочетании с матовым стеклом, нет такой полной уверенности, хотя мы понимаем, что это очень важный и потенциально исключительно перспективный признак для ранней диагностики лёгочного фиброза. Обычный классический рентген-диагностический признак – уменьшение объёма поражённой части лёгкого, конечно, имеет значение, но это уж совсем косвенный признак. Если мы посмотрим на определение сотового лёгкого в обычных наших источниках, то есть в словарях, в энциклопедиях и так дальше, вот здесь вы видите рентгенологическое определение этого патологического состояния. Рентгенологи тоже, конечно, пользуются морфологическими терминами – фибротизированная лёгочная ткань, множественной кистозной полости с толстыми фиброзными стенками. Если мы вернёмся к первоисточникам морфологическим, уважаемым всеми нами известным, то это макроскопические, в принципе, то же самое. Это воздушные полости, которые высланы изнутриберархиолярным гиперплазированным петелием, и в этом смысле картина компьютерно-томографическая и морфологическая, она действительно очень близка. Смысл этого изображения заключается в том, что мы видим те же самые, по сути, ретикулярные изменения в лёгочной ткани, но только внутри этих ретикулярных изменений не нормальная лёгочная ткань или матовое стекло, несколько уплотнённая даже лёгочная ткань, а воздух – это воздушные полости, которые прекрасно видны на компьютерных томограммах, которые, естественно, располагаются так, где они должны быть при этом патологическом состоянии, и морфологически, и рентгенологически, в кортикальных отделах вдоль висцеральной плевры, прежде всего в задних нарушенных базальных отделах лёгочной ткани, как здесь это и показано. Это воздушные кисты с толстыми стенками, которые имеют диаметр, естественно, чаще всего меньше 1 см, редко они выходят за пределы этих границ, и они располагаются чаще всего в несколько слоёв или кластеров, когда мы говорим о компьютерной томографической картине. Это очень типичная, воспроизводимая, понятная картина, она не требует каких-то больших умственных усилий для того, чтобы понять, что это такое. И в этом гигантское преимущество компьютерной томографии по сравнению с любым рентгеновским исследованием. Это понятная картина, она понятна даже рентген-лаборанту, который выполняет это исследование, если его научить правильно интерпретировать эти изменения. И мы видим эти воздушные полости, которые распределяются в несколько слоёв вдоль висцеральной плевры, на фоне умеренно выраженных ретикулярных изменений, внутри которых в этой сеточке находится та самая нормальная лёгочная ткань, это другой естественно-ринкологический симптом. И мы видим это на реформациях во фронтальной плоскости, те самые сотые в лёгочной ткани, которые имеют типичную совершенно локализацию. И мы видим то же самое в сагитальной плоскости, где они локализуются именно там, где они должны быть, в задненарушных отделах лёгких вдоль висцеральной плевры. Как изменяется эта картина? К сожалению, в нашей стране пока нет такого систематического анализа и набора этих пациентов с тем, чтобы мы могли проследить. Это я привожу иллюстрацию из статьи, возможно, многим хорошо здесь известно. Это динамика этих сот внутри лёгочной ткани у больных с верифицированной обычной интерпциальной пневмонией и идиопатическим лёгочным фиброзом. Что мы видим? Они увеличиваются в динамике. Это есть один из важнейших признаков прогрессирования неблагоприятного течения этого патологического процесса. И заканчивается это всё, вы видите, макроскопическим изображением лёгких у этого пациента. Что мы предполагаем, когда говорим о прогрессии сотового лёгкого? Мы не знаем, с чего начинается компьютерно-томографическая картина этого состояния. Не знаем. Матовое стекло с двумя вопросами, я готов поставить третий вопрос, восклицательный знак, мы не знаем взаимоотношения. Матовое стекло – это преддверие развития сотового лёгкого или это два разных параллельных, ничем не связанных процесса. Почему это возникает? На какой стадии мы начинаем это видеть? Насколько достоверно мы это видим? Это ключевая проблема раннего выявления лёгочного фиброза у пациентов, которые сегодня включаются в различного рода лечебные программы и клинические исследования. Обычно, как здесь написано, увеличение размера. Обычно динамика, конечно, она в большинстве случаев фатально отрицательная, прогрессирующая. Мы видим чаще всего увеличение размеров. Но у одних это занимает месяцы и недели, у других это занимает годы и десятилетия. Мы не знаем, почему это происходит, с чем это связано. Нет объяснений. Могут возникать в некоторых случаях даже при острых повреждениях лёгочной ткани у пациентов, например, при острой интерсциальной пневмонии, периодически у небольшого количества пациентов, у единиц, конечно, но мы, тем не менее, видим гигантскую скорость формирования этого патологического состояния. Чем крупнее кисты, тем меньше вероятность их связи с бронхиальным деревом, прямой связи. Это, кстати, очень любопытное исследование компьютерно-томографические, которые делались на вдохе и на выдохе, которые выяснили вдруг ни с того ни с сего, что мелкие кисты уменьшаются и увеличиваются в размерах при дыхательных пробах, а крупные кисты никак не изменяются и ничего с ними не происходит, то есть они каким-то образом изолируются от дыхательных путей, с которыми изначально они связаны. И, конечно же, это очень сильная корреляция с функциональными показателями жизненной юности лёгких, с диффузионной способностью, и она используется в некоторых случаях, в том числе и при оценке состояния этих пациентов. То, что касается формальной семиотики. Четвёртый признак, который всё равно придётся обсуждать, конечно же, это тракционные бронхоэктазы, которые тоже, как я уже сказал, являются формальным признаком фиброза. Это некий такой заменитель сотового лёгкого в компьютерном томографическом изображении. Расширенные бронхи, естественно, бронхоэктазы – это необратимое состояние, необратимое расширение просветов бронхов, которые локализуются в зонах изменённой лёгочной ткани, в этом их принципиальное совершенно отличие от всех других форм бронхоэктазов, которые возникают в результате десятки всевозможных причин. Эта картина может имитировать сотовое лёгкое. Это одна из важнейших причин гипердиагностики этого патологического состояния. И для дифференциальной диагностики, конечно, нужны современные способы анализа компьютерных томограмм, прежде всего, конечно же, реформации. Формально картина исключительно похожа на то, что мы видим при сотового лёгкого. Кисты, воздушные, размером до 1 см, с толстыми стенками. Тем не менее, это никакого отношения к сотовому лёгкому не имеет уже хотя бы потому, что это находится в глубине, в толще лёгочной ткани, там, где находятся относительно крупные бронхи. Если мы используем вот этот механизм реформации компьютерно-томографических изображений, то мы легко получаем продольное сечение этих воздушных просветов бронхов, которые действительно на аксиальных срезах могут легко имитировать сотовое лёгкое и приводить к неправильной диагностике. Почему это происходит? Потому что сегодня мы прекрасно понимаем, что у живого человека эти расширенные просветы бронхов, они достигают поверхности висцеральной плевры, и они имитируют вот эти так называемые воздушные кисты. Для этого мы сегодня используем проекции минимальных интенсивностей. Рентгенологи, занимающиеся КТ, хорошо меня поймут в этом отношении. Те, кто не знает, могут прочитать книжки по этому поводу и выяснить, как это делается на практике. Но и, наконец, есть дополнительные признаки, которые мы все хорошо знаем, которые помогают нам предположить или быть более уверенными в том, что это действительно обычная интерсоциальная пневмония, это действительно больной с идиопатическим лёгочным фиброзом. Почему хорошо известны? Потому что они все прекрасно известны по обычной рентгенодиагностике. Они все пришли с 70-х, 80-х годов. И из руководства пульмонологии, хорошо известной старшим поколением рентгенологов и пульмонологов, они там все прекрасно описаны, потому что всё это чудесно видно при обычном рентгенотомографическом исследовании. Сейчас в КТ, конечно, мы более уверены. Мы видим постоянно увеличенные лимфатические узлы средостений, лучше, чем при обычном рентгенографическом исследовании. Мы видим кальцинацию внутри зон фиброза, лучше, чем на обычных рентгеновских снимках. Но когда мы говорим о липоматозе или, я не знаю, о грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, и обсуждаем механизм влияния рефлюкса на развитие этой болезни, это всё хорошо известные признаки. Почему мы вдруг говорим только о компьютерной томографии? Понятно, что у рентгенологов это всегда вызывает сомнения, недоумения. Почему, куда девалась обычная рентгенодиагностика? Конечно, мы видим изменения на обзорных рентгенограммах у этого пациента, обычная интерсциальная пневмония, у него и диапатический лёгочный фиброз, и никто в этой аудитории не скажет, что здесь нет патологических изменений. Более того, это ретикулярные изменения, это сетчатая ячеистая деформация лёгочного рисунка, нарастающая сверху вниз, в кортикальных отделах лёгкого, при всех косвенных признаках этого процесса, горизонтальное расположение сердца, высокое расположение диафрагмы, если вы дадите этому пациенту выпить глоток бария, вы тут же найдёте гружу пищеводного отверстия диафрагмы, и так дальше, и так дальше. Это обычная интерсциальная пневмония, это лёгочный фиброз. Ответ на этот вопрос не так прост. Терминология обычная рентгенологическая, да, сетчатая ячеистая деформация лёгочного рисунка. Распределение всё то же самое. Косвенные признаки, как я уже сказал, всем хорошо известны, и они, конечно, существуют, они все давным-давно описаны. В чём проблема? Проблема в том, что на основании рентгеновского исследования мы не можем заглянуть внутрь этой ячеистой структуры, и мы не можем сказать, что находится внутри воздуха, как при сотовом лёгком, или лёгочная ткань, как при ретикулярных интерсциальных изменениях. В этом ключевая проблема. Естественно, мы никаким образом не можем увидеть никаких тракционных бронхектазов. И поэтому обычная рентгенография лёгких – это способ предположить наличие патологии, но это никаким образом не заменяет, не исключает и не может использоваться для характеристики больных с идиопатическим лёгочным фиброзом. Этого делать сегодня нельзя. Если возникает вопрос о наличии или отсутствии этой болезни, нам придётся делать таким пациентам компьютерную томографию. И дальше уже значительно короче, естественно, и быстрее клиническое значение. Многие уже слышали эту часть, и поэтому я буду говорить, может быть, чуть более быстро, чем обычно. Зачем это нужно? Да, действительно, если рентгенолог на основании компьютерной томографии может вдруг увидеть прямые признаки фиброза, прямые, конечно, в кавычках, как мы понимаем, но тем не менее, ещё раз, прямые признаки фиброза, это означает, что мы можем выявить обычную интерсоциальную пневмонию без морфологического исследования. Мы увидим то, что, по идее, должен был бы увидеть в этом случае морфолог, как некий рзац в виде компьютерной томографической картины. Но парадоксально, что если мы видим эти самые четыре признака, кортикальное и базальное распределение, ретикулярные изменения, сотовое, лёгкое, отсутствие мактого стекла, то положительный предсказательный уровень составляет больше 95%, это практически клинический диагноз, если вдуматься в это, это морфологический диагноз, извините, не клинический, конечно же, да, мы видим обычную интерсоциальную пневмонию. В чём проблема? Это состояние, эти изменения наблюдаются не больше, чем у трети больных. 50-е, это, конечно, слишком большая цифра. Низкая чувствительность компьютерной томографии к выявлению этих прямых типичных признаков. И поэтому компьютерная томография ни при каких условиях не может исключить это патологическое состояние. Установить, подтвердить, да, исключить, нет. В этом самая большая проблема томографической диагностики на сегодняшний день, да, безусловно, исключительно высокая точность в тех случаях, когда мы видим тот самый симптом сотового лёгкого ещё в сочетании с ракционными бронхоэктазами, и ещё когда рентгенолог имеет определённый опыт и уверенно говорит о том, что он видит, потому что он понимает, что он видит на компьютерных томограммах, извините, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, это бывает не так часто. И остаётся 70% пациентов в среднем на круг, у которых это не совсем всё так просто и хорошо. Тем не менее, разница колоссальная. Когда рентгенолог уверен в том, что он видит, вы видите, что положительный предсказательный уровень стремительно приближается к 100%. Когда рентгенолог не видит этих признаков и настаивает на том, что нет, здесь нету, 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 не говорите об этом, крайне низкая вероятность того, что это действительно обычная интерсоциальная пневмония, у этого пациента лёгочный фиброз. Это важно. Трудности интерпретации. Последняя, конечно же, на сегодняшний день. Почему? Потому что рентгенолог, естественно, это наблюдатель. Мы смотрим, мы видим. И так же, как многие наши коллеги, мы интерпретируем то, что мы видим. У всех у нас разные способности. И когда мы обращаемся к научным исследованиям, не к нашим иллюзиям о том, что мы можем, не можем, как это хорошо или плохо, а когда перед нами некая статистика, вот такая, например, как в одном из последних клинических исследований, то оказывается, что рентгенологи могут одинаково оценивать результаты даже компьютерной томографии примерно о половине всех клинических наблюдений. И это не касается только России, только Германии, только Южной Африки или ещё чего-нибудь. Это, как вы понимаете, совокупный результат. И коэффициент КАПа, конечно же, в этом случае может быть расценен, но только как удовлетворительный результат и не более того. Наши способности интерпретировать КТ, ещё раз повторю, в этом случае. Почему? Я уже говорил о вариабельности оценки и аттракционных бронхитазах ещё одна гигантская проблема. Конечно же, это эмфизема. Эмфизема потому, что сотовая и лёгкая эмфизема могут быть чрезвычайно похожи, и их очень трудно интерпретировать при компьютерной томографии. И когда мы говорим о вариабельности оценки теперь уже точно совершенно сотового лёгкого, то оказывается, что она ничуть не выше, чем вообще совокупная оценка этого патологического состояния. Она тоже составляет где-то около 40%. И если вернуться назад в литературу начала нулевых годов, то оказывается, что тогда ещё меньше рентгенологи знали по этому поводу и могли договориться. Сейчас, конечно, это результат уже совсем другой, мы все немножко умнее стали и опытнее. Но тем не менее, если перед нами два пациента, у которых есть воздушные полости в лёгочной ткани, в этом случае это парасептальная эмфизема, а в этом случае это сотовая лёгкая, то в классическом варианте никаких сложностей. Толстые стенки в одном случае, отсутствие этих стенок в другом случае, отсутствие ретикулярных изменений при парасептальной эмфиземе, никаких проблем. И, конечно же, это сотовая лёгкая, у кого возникнет сомнение в этом случае. А как быть в таком случае? А как быть в случае, если это 75 лет, у этого пациента одышка, и у него 45 лет стаж курения, это обычная интерсоциальная пневмония, или это что-то другое? Это большой вопрос интерпретации. Если вы посетите любой госпиталь или любой стационар для пожилых людей, госпиталь ветеранов войн, скажем, у нас здесь в Москве, то вы увидите десятки пациентов с такой патологией, и вопрос это что? Это патология, это дистрофические изменения лёгочной ткани, это эмфизема курящего человека. Это вопрос не так просто решается, даже на уровне экспертов. И даже эксперты в этом случае могут иметь разную точку зрения по поводу одного и того же изображения. Я уже не говорю о том, что эмфизема и сотовая лёгкая, они очень часто сочетаются друг с другом, потому что провоцирующие факторы очень похожи. Курение и развитие фиброзных изменений в лёгочной ткани, это же провоцирующий фактор для хронической обструктивной болезни лёгких. Аналогичные изменения мы видим, по сути дела, у больных, макроскопические изменения. Мы видим, конечно же, у больных с лёгочным фиброзом. И в таких ситуациях разграничение эмфиземы типичной парасептальной или внутридольковой, внутриоценозной и ацинарной эмфиземы в верхних долях лёгких и изменения, которые по типу сотового лёгкого, которые возникают в базальных отделах лёгких, они, конечно, требуют дифференциальной диагностики определённого опыта для такого рода пациентов. Тем более, что мы хорошо знаем, что эмфизема, которая существует у больных с лёгочным фиброзом, она объективно ухудшает прогноз и для группы больных с обычной интерсциальной пневмонией, и для пациентов с неспецифической интерсциальной пневмонией. Вторая проблема, на которой я закончу сегодняшнее выступление, это, конечно, гиперчувствительный пневмонит, о котором я уже говорил, который всегда представляет определённые сложности для дифференциальной диагностики, помимо всех остальных заболеваний. Почему? Потому что, помимо острой и подострой, конечно же, с чем мы сталкиваемся в 70-80% случаев подострой формы гиперчувствительного пневмонита, которая понятна, которая объяснима, предсказуема в виде матового стекла, центрилобулярных очагов, воздушных ловушек и так дальше, и так дальше, у части больных это заболевание прогрессирует и приобретает хроническое течение, и хроническое течение приводит к развитию фиброзных изменений в лёгочной ткани. Они отображаются, как любой фиброз, точно так же, как при обычной интерсоциальной пневмонии. Единственное исключение – это преобладание в верхних долях лёгких, участие пациентов, которое в какой-то степени нас спасает, потому что, когда мы видим подобные изменения, преобладающие в верхних долях, конечно, это более вероятно такой характер процесса, который не относится к категории обычной интерсоциальной пневмонии, как в этом случае, где вы видите преимущественно ридикулярные изменения, и, конечно, сотовая лёгкая, но более выраженная в верхних долях лёгких. Если посмотреть на статистику тех экспертов, которые изучали детально эту проблему, то вы видите, что, конечно, у больных с обычной интерсоциальной пневмонией в меньшей степени выражены вентиляционные нарушения. Конечно, у них в большей части наблюдается вот эта типичная базальная локализация сотового лёгкого, но обратите внимание, хронические гиперчувствительные пневмониты и обычные интерсоциальные пневмонии, частота сотового лёгкого, она практически одинаковая, поэтому тешить в себя иллюзией, что мы найдём какие-то достоверные признаки в этом случае компьютерно-томографические, это иллюзия, конечно. Чаще всего у нас один единственный признак, критерий, это локализация этих изменений в лёгочной ткани. Поэтому в самом общем виде, если мы видим вот эти воздушные кисты соты в лёгочной ткани и они локализуются вот таким образом, как здесь это нарисовано, в базальных кортикальных отделах, то, конечно же, это идиопатический лёгочный фиброз или другие болезни, при которых может возникать обычная интерсоциальная пневмония. Это системные заболевания циентральной ткани, это лекарственные поражения и так дальше по списку, которые сегодня мы с вами хорошо знаем. Распределение в верхних долях при корневых отделах это, конечно же, хронический гиперчувствительный пневмонит, в некоторых случаях это саркоидоз, особенно в тех случаях, когда это прикорневая локализация, когда это центральная локализация такого рода изменений. Мы уже говорили о том, что это возникает достаточно редко. Итак, высокоразвешающая компьютерная томография или картина, которую мы видим при этом томографическом исследовании, отражает морфологические изменения в лёгочной ткани. Не нужно я обращаюсь к врачам, рентгенологам, к моим коллегам, не нужно спекулировать у меня даже голос пропал на этом трагическом моменте, не нужно спекулировать клиническими терминами в описании компьютерных томографий, не нужно употреблять термин идиопатическом в вашем заключении, потому что вы описывая компьютерные томограммы ничего абсолютно не знаете про идиопатические или неидиопатические причины того состояния, которые привели к изменениям на этой конкретной компьютерной томограмме. Вы видите признаки обычной интерсициальной пневмонии или вы не видите признаки какого-то другого патологического состояния, но идиопатические не нужно. Ключевые признаки это, конечно, сотовое лёгкое и за скобками сегодняшнего разговора осталось понятие аттракционных бронхоэктазов, которые, с моей точки зрения, являются ключевым элементом исследования дальнейших исследований, позволяющих нам приблизиться к пониманию того, что такое возможный вариант обычной интерсициальной пневмонии в компьютерно-томографическом изображении. Конечно, позволяет выявить, но не исключить это патологическое состояние, и мы должны всегда об этом говорить и предупреждать наших коллег-пульмонологов, чтобы не было никаких ненужных иллюзий по этому поводу, и дифференциальная диагностика сотового лёгкого не такая простая задача, для этого нужны определенные знания, определенный опыт у врача-рингенолога для того, чтобы делать это правильно и эффективно. Спасибо большое. Игорь Евгеньевич, ну вот все-таки как мы должны контролировать при помощи КТ течение и геопатического лёгочного фиброза, насколько часто мы должны делать КТ грудной клетки? Есть разные фенотипы больных, разные варианты течения, об этом говорилось, более медленное, более быстро прогрессирующее. Кому как часто нужно делать? Спасибо за вопрос. На него нет однозначного ответа, потому что на сегодняшний день у нас нет достаточного количества, достаточного объема опыта обследования такого рода пациентов с моей точки зрения. Значит, когда показана компьютерная томография, если оставить за скобками, за рамками этого вопроса, процесс постановки диагноза и обследования этого пациента в момент установления диагноза идиопатические легочные фиброзы. С моей точки зрения, первым главным показанием, конечно, является любое обострение течения этого патологического процесса. То есть, если нечто выходит за рамки обычного, стабильного или медленно ухудшающегося течения фиброза и приводит, например, к госпитализации этого пациента в стационар по поводу каких-то необъяснимых проблем, возникающих у него респираторных. Это, безусловно, показания к немедленной компьютерной томографии. При этом мы должны понимать, что само состояние, которое называется обострение, оно вызывается самыми разными факторами, в том числе инфекционными, неинфекционными. И, как показывает опыт, чем более выражены эти наслоения на обычную стандартную картину обычной интерсциальной пневмонии, тем меньше уверенность врача-рентгенолога в том, что он видит в этом конкретном случае. В этом смысле ровно как при флюорографическом исследовании. Ретроспективный анализ имеет абсолютно ключевое значение, когда мы можем сравнить, что у этого пациента было в исходе, что мы видим сейчас, и в этом смысле вычленить ту новую составляющую, которая произошла в результате ухудшение его состояния. Это касается тромбо-болей легочной артерии, это касается инфекционных осложнений, это касается каких-то лекарственных воздействий, лекарственных повреждений и множества других причин, которые могут приводить к обострению. Что касается рутинного обследования в процессе лечения этих пациентов, когда с ними не происходит никаких кардинальных каких-то ключевых вещей, то это и есть та самая зона неопределенности, потому что мы каждый раз должны задать вопрос, зачем делается это исследование. То есть формально мы предполагаем, что если у этих пациентов снижается вжел, то происходит адекватное изменение анатомии легких, которые мы вероятно увидим при компьютерной томографии. И с моей точки зрения, от того, что мы увидим на фоне ухудшения функциональных показателей, подтверждение этого с точки зрения компьютерной томографии, увеличение сот, увеличение тракционных бронхоэктазов. Я не думаю, что это каким-то ключевым образом повлияет на лечение такого рода пациентов. Поэтому контрольные обследования, как правило, они предпринимаются в интервале от полугода до года в разных протоколах, в разных исследованиях, и вряд ли вне каких-то коллизий клинических острых это имеет смысл делать чаще. Плюс к этому это имеет значение ежегодное исследование и с другой точки зрения, потому что этих больных значительно повышен риск развития злокачественных опухолей, о чем здесь уже говорилось. И, конечно, в этом смысле любое непредвиденное изменение локальное у такого рода пациентов заставляет обратиться в том числе и к необходимости морфологической верификации этих изменений. Так что я бы так ответил на этот вопрос. Большое спасибо.